СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 поступки вот мы потихоньку и подходим к теме хадж пиковым событием которые являются курбан байрам праздник жертвоприношения хаджи завершающих нет не завершающий это пик и к вершину вершина потом маленько то распуск есть расслабление праздник все но это самый-самый праздник причем неважно находишься ты в хадже четыре с половиной тысячи километров отсюда там или здесь ли везде одинаковый праздник очень большой но там люди его воспринимают конечно же по-другому немножко не отстраненно они являются не только участниками являются первопричиной этого праздника хаджи курбан байрама с ним там это саудовская авиа русская метка межина священная мусульман города зеленые города можно сказать что курбан байрам это награда верующим такая долгая пауза размышлений нет нет это еще это раскрывать тогда посмотрите награда бывает за какое-то совершенное действие награды бывают либо положительные либо отрицательные неважно всякое дело имеет награду здесь хаджи и его самая большая самый пик курбан байрам и дулядха праздник жертвоприношения скорее всего является одним из видов ибо дата то есть поклонение всевышнему исполнение его приказов ведь всевышний сказал стал забыли фасоль или роббики ван хар что означает соверши же молитву и сделай жертвоприношение и толкователь курана ибн аббас один из самых величайших толкователь курана пояснил что сделай праздничную молитву и соверши жертвоприношение и потом очень много существует одесса преданет пророка мухаммад алейсаляту вассалям что когда ты эту молитву сделал здесь категоричность этого приказа настолько велика что является вадебом необходимым необходимым видом поклонения для каждого верующего мусульманина мужчины здравомыслящего здорового живущего постоянно в местности вот где совершается праздничный масс и затем есть у человека есть состояние наши ученые выяснили что вот не сам то есть состояние имущества предлежащего верующему неважно это мужчина или женщина должно достигать свободные деньги вот так упрощающего порядка 18 тысяч рублей вот у тебя лежат эти свободные деньги есть то тебе уже необходимо совершить курбан курбан первую очередь конечно же это жертвование хотя всевышний аллах говорит не в том благочестие чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада а благочестие кто уверовал в аллах и последний день и в ангелах и в писании и в пророках и давал имущество несмотря на любовь к нему близким и сиротам и беднякам и путникам и просящим и выставил молитву и давал очищение и исполнял свои заветы и то есть договора когда заключил их и терпеливые и несчастные и без и во время беды это те которые были правдивы это они богобоязнены и таким образом вот это жертвоприношение курбан это тоже акт совершение поклонения всевышним аллаху потому что барашки бывают разные бывают барашки вот в кировской области же они маленькие романовская порода они ну вот не недавно буквально даже вчера вот сообщили вот что делать вот они по 20 килограмм весом черт там есть жалко вроде такого маленького да а он взрослый он годовал и уже по канону цариата годовалый баран достиг степени когда его можно приносить черту а там имеет значение это самец или самка не там есть нюансы если самка беременная и значит когда ее зарезали вскрыли там есть зародыш он живой то его тоже приносят жертву если у нас это его передают земле и все то есть если у кого-то там ну например у меня там нет самца но есть самка я могу как бы самку можете конечно есть такой категоричности нет и вес животного категоричности нет есть описание по возрастам а будет приноситься жертва вот 21 да я так понимаю до 21 21 августа будет приноситься жертва где около мечети или где ну поскольку сейчас есть такие законы запрещающие подобные мероприятия в городах то есть специальные места забойные цехи где у нас производится допустим в зоне и есть селе корено слободского района есть места есть они все законные имеющие все справки в соответствии с действующими нормами да да мы законопослушные мусульмане мы следуем путем сподвижников пророка мухаммада если от вассалям которые в исповедании ислама не ставили не целью не способом его распространение нарушения закона страны в которой они живут мы ничего не видим такого в том чтобы нас ограничили вот в кирове там в центре города нельзя резать баранов это разве беда не это чистота это чистота посланник аллис разум сказал и на ли сама назива поистине ислам это ли я чистоты видите тут одно другому не мешает поэтому у нас есть уже определены места забоя составляются списки в завтра дополнительный раз буду объявлять о том чтобы люди записались на барашков приедут выберут себе главное чтобы некоторых людей привести к пониманию что неважен вес барана все бараны там значит пошли вот категории шариатские то есть год не меньше то что он достиг 20 допустим килограммов это в мясе 10 ну мало это но ведь тебе не важно накормить 10 человек мясо делится на три части одна часть идет своей семье одна часть на угощение близким родственникам друзьям знакомым делаются столы накрываются там что-то из баранины готовится из этой жертвенные она особенно вкусная особенно вкусная одна часть раздается нуждающимся мусульманам бедным для них тоже должен быть праздник же имеете право на праздник но для них это тоже как небольшая нагрузка есть чтобы они от чистого сердца сделали молитву всевышнему за того человека который сделал им пожертвования здесь каждом шаге есть богослужение в каждом шаге кто хочет показать себя более щедрым ему хочется побольше мяса что получилось собираются семь человек не меньше не больше семь и забивают бычка вот бычок сколько килограмм обычно бывает много центнер примерно ну цене живьем это в мясе получится не больше 500 ценер 100 килограмм 100 и побольше больше не я имею чисто мясо милый дружев больше 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 вот и вот бычка забили разделали получается где-то по 10 11 килограмм на каждого человека так меню и весь уже объем есть тонкость есть каждый никто из семи человек не должен иметь намерение на мясо намерение должно быть на курбан на жертвоприношение поясните еще раз как на жертвоприношение не то что он должен получить мясо вот как в обычном идут на рынок покупают мясо покушать семье там уже с расчетом что я приготовлю из него там да 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 как только у хотя бы у одного из семи будет намерение на мясо на покушать у всех семи курбан нарушается ух так же не не делается курбану там курицами петухами можно козу зарезать а почему нельзя курицу петуха потому что у человека другой же ну пожалуйста нет так не отдай денег чтобы купили не надо чтобы купить маня чтобы люди купили до поручи кому-то в куране указаны именно четыре вида животных достойных все это приношение верблюд корова баран и коза и их пары и мы не выходим за эти рамки другие животные не признаются и вот когда у человека с намерением совершается данное действие она называется уже богослужение никак иначе ну хорошо кто-то там не имеет доступа там где-то но далеко живет там до мечети не может приехать условно говоря не получилось по каким-либо причинам но вот он хочет принести жертву у него есть там соседи там родственники друзья не знаю кто там да и вот он он ведь не может просто так как бы зарезать барана видимо какую-то молитву надо читать ну наверно надо нет визит мечеть не обязательно визит мечеть необходим на саму молитву на намаз праздничный а для черта приношения берется вот этот барашек который уже сам может быть даже понимает если у него разума нет конечно в животных но они такие от курбановские бараны они как бы внутренне готовы к этому и всевышний уже их приготовил потому что они будут теми животными верхом на которых души верующих пересекут сирот мост над адом чтобы попасть в рай и эти барашек ложится на левый бок чтобы горло было направлено на мекку делается молитва если ты сам не можешь резать заплатили щеку к стала посланник аллах мир ему если вы не хотите пачкать руки в крови платить и резчику резчик точно также производит молитва лава акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар валили хамды значит хозяин барашка желательно правой рукой берется там за любую часть кушкуры и делает если он знает по-арабски молитву такая это молитва означает что он наш бог наш аллах наш господь поистине наши намазы нашей жизни смерти все наши дела принадлежат аллаху господу миру в котором унесся товарищи и это поистине мы мы являемся мусульманами и эта жертва посвящается тебе аллах от такого-то человека без милая бар перерезается хорошо заточенным ножом то есть быстро идеально за одно движение то есть животное не должно страдать пострадать постичь какие-то муки его одним быстрым заточенным движением сделать перерезать как минимум три вот этих столба ведущих там кровеносных и воздушные перерезать и нервы тоже перерезаются за одним происходит агония агония что это физически это выталкивание остатков крови а кровь это субстанции в которой будет шайтан остатков крови из тела и вот это чистейшее мясо обладающие изумительным вкусом потом идет на угощение вот потом уже да там угощение это уже праздник все мы пришли к праздну то есть ответ такой что человек может произнести эту молитву если он может сам порезать он режет и тем самым он свой курбан может совершить да да и после этого в соответствии там с канонами там делит на три части там раздает там нуждающимся родственникам друзьям и причем приготовь такой стол вкусный с различными изысками мусульманскими народными можно предоставить всех мусульман не мусульман соседи близних дальних вообще соседи считается по шариату это вот от твоего дома 40 домов туда 40 домов туда 40 домов туда и 40 домов туда хорошо все соседи в масштабах мегаполиса это все соседи в общем-то поэтому называется махалля махалля это докуда достигает крик магазина с минорета поэтому рядышку суки поэтому надо соседями здороваться как минимум как минимум надо да вот сейчас на удивление в старых домах не так люди друг друга знают как молодежных домах я удивился потом понял вот на заводской улице еще там же во дворах мать и детские площадки это место где все родители знакомятся а как нибудь у их не дети здесь играют друг другом играют родители себя мама папа или просто мамы стоят когда папа деньги заработали настрой тут уже особый да как-то не хочется ссориться именно до делить нечего поделиться там что у вас он ест как спит там и так далее вот они остались ли вещичек у вас там каких-то вот есть это актуально поэтому хорошо знает у нас в мечети же есть мы вот нам приносят детские вещи мы там по возрастам по размерам подбираем у нас есть там женщины которые любят этим позаниматься они подбирают и появляются ли кого уже знает или приходят люди нуждающиеся целый блок одежды там от летний до зимний полностью если ты богатый гордый то пожалуйста покупай никто не возвращает если ты бедный простой человек приди получишь ребенку на самом деле разницы нет вот ребенку он оденет что купленное за 20000 что за 200 рублей он его использует издерет одинаково совершенно это все это наши это все уже взрослых конечно конечно наши его некрасиво модно не модно и так далее иначе на все взрослые и так значит 21 праздничная молитва во сколько в кирове всем утра почему всем утра у меня задают вопросы да и объясняю ну представьте будний день будний день вы же не отмените свои дела свою работу на помоле добраться а вдруг люди где-то там вот где-то там где-то у нас в кирове нельзя добраться до мечети 50-100 вот он хочет мне нет тогда ему не объявляет к семью вполне удачное время с точки зрения те кто живет 100 километров от кирова им не обязательно явиться в кировскую мечеть на намаз а куда им идти на праздничный намаз куда им идти есть у нас уржумский район малмырский район кельмесский район вятскополянский район где массовой слободской естественно где массово проживают мусульмане карину там есть мечети пожалуйста если люди живут допустим в советские у них в районе 100 километров ничего нет что делать а татары есть два варианта даже три первый вариант душой присоединиться к всеобщему мировому празднику включить телевизор сделать курбан собрать соседей второй вариант собраться на машинах приехать в киров ближе всего третий вариант собраться и построить свою мечеть ну хорошее предложение они его уже получили потихоньку идем в эту сторону но потихоньку это в советский да то есть получили землю утвердили пока ничего нет пока есть только группа татар которым хочется свои корни не заморозить оживить наоборот нас вот и в чапецкий например есть много как бы и татаро-мусульман и там нету мечеть у нас в кирове всего одна старая это все зависит от знаете от требований самих самих людей как только потребность появилась халяльном мясе халяльного колбасе у нас здесь она появилась и везде продается без проблем можно купить и так праздничный намаз 7 утра до сколько длится со всеми со всеми поздравлениями проповедью самим намазом вот все мероприятия до 8 максим до 8 после 8 штук нам предполагается предполагается плов опять-таки слушай нам может тогда это для конечно назад плов универсали но это шутка конечно надо в каждой шутке из доля шутки да 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 мы опять пригласили первых лиц государства нам приятно что смысле в власти нашей областные городки да 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 ну понятно не владимир владимирович первым лицом государства является владимир владимирович хотя почему бы нам не направить ему приглашение а почему не вклиниться действительно в его рабочий порядок не не дать ему отдохнуть среди простого народа в кирове хорошая идея давайте обсудим ее на следующий праздник я возьму наглость города берет это правда на черном вятским давайте сделаем небольшую паузу на рислам хаджи касимов имам мечети города кирова мы говорим сегодня о празднике курбан байрам еще раз напоминаем что мусульмане будут праздновать его 21 августа через несколько дней мы вернемся спустя полминуты союз нерушимый продолжаем наше общение союз нерушимый азиз агаев владимир сметанин наш гость руслан хаджи касимов имам мечети города кирова вот мнение еще интересует в чем еще особенности подготовки курбан байрам заключаются как сейчас мусульмане должны себя вести здесь больше таких необязательных вещей желательно желательно да как например первые девять дней месяца зуль хиджа по-арабски за комисс называется это 12 месяц лунного календаря в которой совершаются сами обряды хаджа те кто не входи эти дни держат пост по тем же самым правилам что и пост месяца рамазан это как бы последние дни первые первые дни после первые дни месяца зуль хиджа как раз перед сами обрядами хаджа светлое время суток ничего нельзя даже до те же самые все критерии и это как солидарность тех кто не вход же среди разними с хаджи ими у хаджиев начинается 8 числа зуль хиджа это переводя на привычный календарь это будет 20 августа августа самый главный обряд хаджа я умоляю арафа по-арабски то есть день молитвы на горе арафат здесь вот и мы рассказываем тем кто еще не был в хадже напоминаем тем кто был в хадже ведь пророк мухаммад мир ему сказал аня хаджу ли арафат тот успел на эту молитву он успел на хадж все остальное это либо как бы прелюдия к хаджу подготовка к нему либо уже после него совершаемые обряды в этом обряде заключается и память наших прародителей ведь в этом мы собираемся на горе арафат там где после того как израиль они были отправили на землю оба и азам и его они встретились в этом месте арафат узнавание тоже не встретились и началось расселение всего человечества по земле с этого места там белый стоп стоит даже там началось как бы колыбель всего человечества и мы там молим всевышнего о прощении грехов можем всевышнего о благах для себя родных близких даже за умерших тоже молим ведь за все человечество или только за верующих заверш за все остальное человечество мы тоже молим чтобы они были всевышним направлены к истинной вере которая приведет их к счастью в обоих мирах то есть это такая молитва сильнейший такой день и весь святовой день там же проводим эту молитву произносится только вот там в это время в этом месте да да это самое главное никогда больше вот в другое место на произносится коррективно и вот да и коррективно можно и конечно по одиночке многими поколениями хаджиев они подтвердят мои слова что молитва совершенная там просьба обращения к аллаху она принимается она исполняется я помню за большую семью совершал молитву они мне написали что им надо так когда вы хаджиев 2006 году я этот листочек взял с собой и зачитал просто вот делал молитва ла прими молитву тех сделай для них вот то 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 конечно не на момент когда я приехала а за несколько лет все буквально каждый пункт был исполнен каждый пункт был совершен вот буквально все поэтому когда сейчас наши хаджи и выезжают паломники мы им тоже самое листочки даем попросить у всевышнего за каждого это разрешается да конечно да это за меня маленько нагрузить его сказать вот ты будешь человек обязательно нужно сдержать обещание помолиться но это аманат это обязательство которое лучше выполнить а иначе чушь ты ты поехал представитель от кирова из-за кировских мусульман не попросишь и еще одно важное дело которое там совершается хаджи это посещение мечети пророка мухаммада али салят вассалям его могилы а около его могилы есть такой участок покрытый зеленым ковром о котором сказал байнар минбарева байнара кобри раудат минеду джанна между моим минбаром этот постамент которым проповеди читал и моей могилой сад из садов рая и когда там люди совершают земные поклоны я разговаривал со многими хотим впечатление одинаковое такое идет запах который ты не можешь сравнить ни с одним запахом когда свою жизнь которые ты вот твои нозри уловили а что за запах не понимаю но такой он приятный он не сладкий из излишне он приятный который создает у тебя мозгу такое хорошее настроение вот ты оттуда выходишь счастливый а раудат минедли и садов рая потом ты выходишь идешь к могиле пророка мухаммада его ближних подвижников бакра юмара и приветствующих ты же уверен что вот твоя душа общается с душой этих людей и на уровне душ с ними разговариваешь и он слышит когда ты его приветствуешь и мы просим ходил ты пожалуйста поприветствуй пророка от меня от моих родных близких хотя бы поприветствую то есть там много не важно на каком языке не неважно и важно совершенно неважно из какого государства ты приехал здесь на уровне душ на уровне сердец идет общение и поприветствовав посланника всевышнего ты как будто при его жизни его навестил ислам хаджа сколько дней можно праздновать курбан байрам но обычно же празднуем дни ташрик три дня после курбан байрама мусульманских странах там по моему даже неделя есть празднование не не тут четко установлены вот первый день день арафат 20 потом курбан байрам то есть 20 уже праздник уже начинаем уже начинаем 21 же курбан байрам курбан байрам жертвы на и три дня после этого идет и еще три уже пять минут почти недели люди собираются угощают друг друга раздают пожертвования подарки делают совместное такбир то есть огни вас возвеличивание аллаха много всего какие действия вот жизни у мусульманина во время вот этих праздников считаются наиболее скажем наиболее приемлемы для бога богоугодными да вот помимо того что они должны молиться там да и там вместе молиться отдельно молиться там приносить чего-то там и так далее вот какие-то вот такие обычные жизненные дела которые он должен сделать если он настоящий или наоборот от чего-то воздержаться и это будет самый так сначала тогда за самой высокой похвал азвечу азизу алибище сначала самое хорошее это дело которое будет совершено искренне принеся радость другому человеку уточняет человеку без разницы верующий мусульман или не мусульманин даже можно есть уж совсем один живешь возьми хлеб покорми голубей но человеку предпочтительный ну человек но конечно если у тебя тут перед тобой умирает собака от голода а ты пытаешься улыбаться другому человеку тут некое раздвоение получается ты одной рукой гребешь греха себе полные карманы а другой рукой тем более в такие дни тем более в такие дни даже ведь когда некоторые люди берут бабушкины рассказы что ни в коем случае нельзя кости курбановских животных куда-то дети их надо обязательно закопать зачем такое возвеличивание девши ряд есть эти кости если ты сам не съел отдай собаки это ее пропитание собака тоже тварь божья и она тоже на своем языке который тебе то непонятен но и всевышний принимает ее благодарность она поблагодарить всевышнего за тебя а есть же предание от пророка мухаммада алиссалям что когда человек спас умирающую от жажду собаку напоив ее из своего даже там из ботинка который он полез колодец набрал напоил всевышнему все грехи вообще простил а ведь с прощенными грехами человек куда идет то есть но в рай по сути получается так что спеши хотя бы в эти дни у тебя есть шанс хоть да очень точно хотя бы в эти дни загладить делай добрые дела верни долги помоги страждущим там приди там мечети что надо там сделать выполни обещание которые когда-то забудьте о своих родственных вспомни родителей порадуй своих детей и внуков и так далее и так далее а все наоборот не надо делать это я вам и потому что наоборот воздерживаться нужно от всего что наоборот то есть море плохие эмоции вызвать это и вот видите получается вот эти исламские мусульманские праздники они как бы первых является побудительным мотивом для праздников распространение праздника и другим людям чтобы всем было хорошо и когда горячие головы пытаются обвинить мусульман каких-то жестокостях мы говорим да 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 мы вот такие жестокие мы овечку режем да а чем мы потом все делаем вас же кормим так как быть мы такие жестокие мы там бычка зарезали мы еще что-то делаем мы удерживаемся от грехов которые для вас привычный но разве мы тем самым не приносим вред всему и просим пользу всему обществу всем ли хорошо вот когда допустим вокруг нас не будет курящих людей я вот человек который много-много-много лет назад бросил курить до сих пор легкие отзываются болью когда кто-то недалеко курить пророк мохамад мире мы сказал настоящий верующий тот от слов и дел его нет вреда для окружающих людей опять таки поэтому стараться искать возможности для принесения пользы людям не трудно желание искренность вот это надо без показухи показуха это то что ты посвящаешь благо своего дела или сама вообще дело кому-то из творений божьих но мы-то с вами много хадисов знаем когда показуха в конечном итоге наказывается как конечно человек показуха не может рай попасть нет нет то же самое касается и курбана если ты хочешь из себя показать вот такого щедрейшего человека но у тебя намерение есть показать вот какой я богатый вот я живу еще за себя показать тогда разве будет приняться вряд ли конечно же тот кто покушает скажет всевышнему судный день ну вот он меня покормил аллах ему скажет а этого бычка кто создал к тому чтобы он был зарезан кто подтолкнул потому чтобы ты получил это мясо кто подтолкнул кто тебя привел кто тебя привел разве они все это сделали медведь да надо говорит хоряк акума мата валюта малюн я создал вас и ваше деяние и вот наше намерение наша искренность чистота помыслов вот это в итоге будет взвешиваться и это будет побудительным мотивом к самым хорошим делам что это можно считать как бы почти что праздничные молитвы да да богословит аллах наши намерения аминь и наши добрые поли и чистит наши сердца чистит наши сердца от всего то чтобы того что может принести вред нам это пусть касается и нас и наших близких наших друзей и знакомых верующих вер и неверующим тоже пусть всевышний создаст веру и поместит в их сердца спасибо не стекло наше время программа союз нерушимый праздник курбан байрам поздравления ваши спасибо спасибо от вас принимать и поздравления для наших братьев и сестер для верующих во мире для верующих в россии для верующих в кирове поздравления с этим величайшим праздником в истории человечества величайшим праздником в истории исламской цивилизации величайшим праздником который совершается каждый год и пусть он еще продолжается и будет будет и польза от него будет распространяться как валу как волны воды вокруг нас и начала и мы присоединяемся до к этим поздравлением всех верующих кировской области всех поздравляем с наступающим курбан ваэром они имам мечети города кирова нурислам хаджи касимов азиз агаев и владимир сметанин свидания мы прощаемся до пятницы всего доброго союз нерушимый